Китай сделал заявку на статус ключевого посредника в переговорах по прекращению войны в секторе Газа. Встреча между главными непримиримыми идеологическими политическими противниками на Палестинской улице в лице Хамаса и Фатха, несмотря на пессимистичные прогнозы, все же состоялась в столице КНР. Представители Газа и Рамалы, судя по тексту итоговой Пекинской декларации, сумели преодолеть разногласия. Отныне 14 ведущих палестинских группировок, и что главное, Хамас и Фатх договорились придерживаться единой линии в том, что касается создания палестинского государства и противодействия, как сформулировано в тексте документа, израильской оккупации. Мы подписываем соглашение о национальном единстве, чтобы сказать, что путь к продолжению этого пути – наше национальное единство. И именно поэтому мы придерживаемся нашего национального единства. Мы призываем к нему, и мы не позволим ничему повлиять на это национальное единство. Наши дорогие братья и друзья, это исторический момент. Мы просим Бога помочь нам достичь того, под чем мы подписались. Мы долго пытались найти помощь в этом мире, чтобы остановить эту несправедливость в отношении палестинского народа, но безуспешно. Мы получили решение от всех международных институтов, но мы не можем найти способ реализовать эти решения. Несмотря на то, что картина мрачная, есть и много хороших моментов, которыми мы довольны. Часть этих хороших моментов – наши друзья в этом мире, включая Китай. Соглашение в Пекине знаменует собой некий дипломатический переворот для Китая и его растущего влияния на Ближнем Востоке после того, как в прошлом году он выступил посредником заключения мирного соглашения между давними региональными врагами – Саудовской Аравией и Ираном. Теперь Пекин ясно дал понять – Китай видит послевоенную газу под управлением Объединенного правительства, где Хамас будет иметь немалое влияние. Главное достижение – явно показать, что Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа. Самым ярким событием стало соглашение о формировании Временного правительства национального примирения вокруг послевоенного управления газой. Самонастоятельный призыв – это создание действительно независимой палестинской нации согласно соответствующим резолюциям ООН. Китай готов укреплять связь и координацию со всеми заинтересованными сторонами для совместной реализации Пекинской декларации и играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке. Все это в корне противоречит позиции Израиля. Иерусалим не раз прямо заявлял, что не допустит возвращения Хамаса к управлению в газе ни при каких условиях и ни в каких формах. Более того, в Иерусалиме не видят никаких политических перспектив и для Фатха. Хамас и Фатх подписали в Китае соглашение о совместном контроле над газой после войны. Вместо того, чтобы отвергнуть терроризм, Махмуд Аббас принимает убийц и насильников Хамаса, раскрывая свое истинное лицо. В реальности этого не произойдет, потому что правление Хамаса будет сокрушено, а Аббас будет наблюдать за газой издалека. Безопасность Израиля останется исключительно в руках Израиля. При этом одним из главных тезисов, принятого в Пекине документа, является подтверждение права палестинского народа сопротивляться оккупации и положить ей конец в соответствии с международными законами, уставом ООН, а также права народов на самоопределение. То есть, фактически, Пекин не против того, чтобы террористическая активность в регионе продолжалась и в будущем. Впрочем, это не первый раз, когда Хамас и Фатх приходят к соглашению о национальном единстве. К слову, 10 лет назад, в апреле 2014 года, в Москве враждующие фракции уже объявляли о прекращении разногласий и достижении примирения. И обещали в течение пяти недель сформировать единое правительство, а еще через полгода провести президентские и парламентские выборы. Однако, ничего из вышеупомянутого так и не произошло. Но сегодня ситуация несколько иная. Сам факт демонстрации единства палестинских сил на фоне конфликта в секторе Газа и лежащего на столе плана по прекращению боевых действий и освобождению заложников может стать козырем для Китая в его геополитическом противостоянии США. И в этом контексте визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу, Вашингтон приобретает важный для страны контекст. Отказавшийся от борьбы за Белый дом, президент Байден, с одной стороны, утрачивает часть политического веса, но с другой, у него развязаны руки во всем, что касается внешней политики. Он может больше не слишком оглядываться на общественное мнение внутри США в том, что касается ситуации на Ближнем Востоке. И для Нетаньягу теперь важно добиться того, чтобы Байден не перегнул палку в вопросе давления на Израиль с целью прекращения войны. Это важный визит, который даст нам возможность донести до представителей американского народа важность их поддержки и усилий, которые мы предпринимаем вместе с ними для освобождения всех заложников, как живых, так и мертвых. Мы полны решимости вернуть их всех. Условия для их возвращения созревают по той простой причине, что мы оказываем очень-очень сильное давление на Хамас и видим определенные изменения. И я думаю, что эти изменения будут нарастать. И мы намерены это сделать. Это цель войны. Впрочем, теперь в этом Нетаньягу придется убеждать не только президента Байдена и конгрессменов. Разговор с вероятным кандидатом на ноябрьских выборах от демократов Камалы Харрис тоже будет нелегким. Она хоть и придерживается линии своего нынешнего шефа, тем не менее считается более сочувствующей палестинцам, чем самопровозглашенный сионист Байден. При этом Нетаньягу явно попытается заручиться поддержкой и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По мнению многих аналитиков, победа республиканца Нетаньягу более выгодна. Однако до ноября остается еще несколько месяцев, и убедить президента Байдена не делать резких движений – главная задача израильского премьера.